Видновская детская школа искусств – один из самых важных стратегических объектов муниципалитета. С утра здесь, конечно, более-менее тихо, но все-таки в школе есть и педагоги, и дети. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас детей и сколько взрослых в школе? На данный момент 9 детей и 16 взрослых, в том числе 5 преподавателей. К учебным тревогам здесь привыкли. В рамках школы они проводятся несколько раз в год. Поэтому известие о якобы минировании объекта было принято спокойно. Но реакция оказалась мгновенной. Внимание всем! Проводится учебная тренировка. Всем немедленно покинуть здание школы через ближайший к вам аварийный выход. Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство, сотрудники охранного предприятия, дежурившие в школе, тут же отцепили место. А в то же время вовсю уже шла эвакуация людей из здания. Чем хороша наша школа искусств? По проекту у нас 16 аукционных выходов. То есть с каждого этажа можно оперативно покинуть помещение. За процессом внимательно наблюдали члены комиссии, глядя на часы и записывая показания. Первыми прибыли бойцы Росгвардии, следом группа быстрого реагирования и сотрудники полиции с собакой, которая тщательно изучила территорию, обнюхала подозрительный предмет и дала знать – предмет безопасен, муляж. Но по правилам сотрудник полиции с собакой обходит всю территорию, чтобы быть уверенным – она безопасна. Товарищ полковник, при обследовании территории ВВВУ не обнаружил. Есть, свободно. Оперативные службы свободны, а члены комиссии подводят итоги, разбирают ошибки. Каждый сотрудник, он отрабатывает навык, умение и быстроту реагирования на конкретную ситуацию. В данной ситуации задачи были выполнены. Поставленная цель обнаружения и эвакуация людей была произведена вовремя. Основные действия были правильные, но тем не менее не обошлось без отдельных замечаний. В адрес руководства школы, в адрес ЧОПа, который находится в школе, и в адрес наших служб, в частности, скорой помощи. Это единственная из оперативных служб, которая не прибыла по тревоге. Ну а опыт, полученный на данных учениях, будет тщательно изучен, чтобы в последующем не допускать ошибок. Видев ДШИ, обучается порядка 500 ребят, а во время концертов количество человек в здании увеличивается вдвое. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, ВИДНЭТВ.